здравствуйте дорогие мои коллеги садоводы сегодня у меня по плану розы плодовый сад мы защитили от насекомых вредителей завтра буду защищать его от болезней видео обязательно сделаю сегодня у меня розы и так что мы делаем с розами погода уже устойчивая хорошая как только у вас плюс 5 можете приступать и к посадке уходу обработки даже если ночные температуры будут немножко опускаться минус розам это никак не повредит но вот смотрите у меня розы зимовали вот так я в этом году их не укрывала на свой страх и риск вот такие у меня розочки не укрывала вообще ни одну и канадские и простые значит моя задача сейчас сделать обрезку но я пока не об этих розах этим розам я делала обрезку вы видите что они обрезаны обрезаны с осени достаточно хорошо это кустовые вот у меня тут три куста это кустовые английские розы я сейчас пойду и покажу вам розы которые я не обрезаю осенью никогда это две группы розы канадские и розы почвопокровные давайте сегодня поговорим о почвопокровных розах вот здесь у меня почвопокровные розы это роза и не только это вообще все их тут посмотрите очень и много вот целый ряд все видели вы на предыдущих видео как они весной меня цвели прекрасно вот они сейчас в таком состоянии розы не укрывались ни один год с момента посадки прошло 4 года ни одна роза не укрывалась ну что же теперь наша задача заняться обрезкой что делаю с почвопокровными розами если у вас задача сделать ее как можно компактней то обрезать так как я сейчас это буду делать но с тем расчетом чтобы она мне немножечко заходила на дорожку если у вас розы растет допустим где-то как солитерное растение одно я вам вообще рекомендую посадить их близко друг другу хотя бы три штуки одного сорта о это будет такая красота бомбическая на расстояние на каком всегда вы задаете вопрос мои друзья на каком расстоянии расстояние между ними у меня где-то 70 сантиметров метр вот примерно на таком расстоянии я не вымеряла вот где-то так расстояние между ними ну что же давайте посмотрим что у нас тут осталось вот остатки роскоши вот как она цвела хочу обратить еще ваше внимание вот на чем роза с новой завязывает соцветия независимо от того обрезали мы старые или нет даже если вы в сезон не обрезаете она все равно будет цвести снова снова и снова ну вот друзья смотрите показываю как я обрезаю почвопокровную розу вот часть я уже начала тут обрезать часть у меня уже подрезаны они в первую очередь что я делаю обрезаю все что у нас осталось прошлого года отцвело и нам уже не потребуется вот так смотрите обрезку очень важно делать вот сейчас попытаюсь показать покрупнее одной рукой немножко неудобно вот смотрите здесь соцветия вот это уже отцвело оно не нужно казалось бы можно обрезать здесь но я буду обрезать вот так объясню почему там где я обрезал вот в этом месте вместе обрезки будут ветки новые хороший куст будет более пышным и пушистым и так вот все что отцвело это надо обязательно срезать дальше смотрим вот здесь до здоровой ткани видите вот здесь ветка и вот здесь она уже больная но у меня вот тут еще видно что веточка более мощная можно обрезать и здесь и не хочу оставлять вот эти тонкие ветки поэтому я ее обрежу посильней а потом мы будем с вами делать еще корректировку где что правильно подрезать вот точно также здесь смотрите вот ветка вот здесь уже все что отцвело с прошлого года вот эти веточки две маленькие вот обрезка была в прошлом году сейчас буду обрезать на уровне вот этой почки посмотрите вот сюда вот так как сейчас повернув поудобнее вот где буду обрезать наискосок под углом 45 градусов все режем вот смотрите место среза вот так надеюсь видно следующую режу точно так же вот здесь это все те ветки которые по большому счету нам красоты не дадут вот здесь веточка она подмерзла удалим ее но чтобы был хороший куст вот так посильнее удалю вот здесь смотрите побеги есть но это слабенькая веточка мы ее подрежем вот здесь вот так смотрим что у нас и потихоньку пробираюсь к середине смотрим вот здесь веточка не очень мягко скажем не очень хорошая вот так мы ее удалим и вот туда подальше залезем вы не жалеете она растет очень быстро вот смотрите вот здесь вот это ничего не оставляем и вот здесь выбираем где помощнее покрупнее вот тут удаляем ветки оттуда пойдут расти вот этот все сухостой вот это подлезаем к самой серединке мы одной рукой не удобно куст поправить не могу вот эти все удаляем чтобы костики были опрятными аккуратными вот ветка сухая вот ветка сухая до здоровой ткани вот так обратите внимание как срезаю вот срез прям покажу вот эту веточку вот так от почки можно даже было поближе но не стала рисковать угол 45 градусов и вот так почечка у нас хорошая здоровая вот 2 такая же вот так таким образом моя задача какая сейчас обрезать все кусты какие у меня здесь есть все до единой тем самым стимулировать то есть я удаляю что сухие поломанные ветки стимулирую рост новых побегов обрезаю старые соцветия только после этого приступаю к голубому опрыскиванию и потом уже приступаю к рыхлению то есть сначала делаем все обрезаем все что нам не нужно все что лишнее потом опрыскивание и только потом рыхлим и подкармливаем именно в таком порядке ну вот дорогие мои друзья теперь я пришла к розам розы канадские александр маккензи с почвы покровные мы уже с вами определились что обрезать что убрать что оставить теперь будем разбираться с розой александр маккензи у меня здесь растет 9 штук служит они такой живой стеной естественным декором и летом вот неприглядный профильный забор практически не бывает видно осенью и обрезку никакой не делала видите все что осталось и поскольку розы эти не просто живучие а очень живучие я всегда обрезку им делаю весной смотрю как они как перезимовали что ну вот такой вот у меня куст прежде чем рыхлите удалять сорняки а то бывает так порыхлила потом пошел обрезать нет сначала я обрезаю потом обрабатываю голубым опрыскиванием а уже потом начинаю рыхлите пропалывать сорняки но не знаю насколько это правильно последовательность действий у меня именно такая но не могу не показать вот стою рядом с рябчиком императорским но до того хорош запах вы знаете все мои дорогие коллеги что запах у рябчика ну просто чудесный такой специфичный самое приятное что он гоняет мышек вот так они у меня разрослись могу сказать рябчики я не выкапываю все рекомендуют выкапывать у меня нет здесь немножечко как на бугорке на солнышке не выкапываю и соответственно вот тут просто просыпаются тюльпанчики мышки их не едят рядышком у меня вот здесь орешник лещина просыпается потихоньку вот займет он достаточно большое место краснолистные листва красивой будет красная вот так отойду чтобы солнышко вам не закрывать ну полюбовалась рябчиками подышала вдохнула хороший аромат пойду все-таки заниматься с розами и так в первую очередь что мы делаем мы обрезаем с вами все что осталось от цветения ну например вот эти бутончики вот так срезаем вот сейчас попробую раз получилось трудно мне и на камеру резать и самой одной рукой снимать дальше смотрим где у нас бутончик вот он убрали веточку эту убрали так бутончики вот они все бутончики нужно обрезать все до единой колючие цепляются вот таким образом обрезайте все бутончики все 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 это все микробы теперь дальше начинаем с вами разбираться обрезали все что отцвело и дальше смотрим что у нас вымерзла что подмерзли какие ветки что удалить либо какие растут внутрь куста и будут его загущать ну вот такую красотку еще возьмем и обрежем вот эту не смотрите то подумайте скажите такая неряха у нее секатор грязный нет просто я только что им обрезал другие растения хотя обработала но все равно дальше смотрите вот эта веточка ну казалось бы зачем она нужна вот эту веточку я обрежу видите почему обрезают растет внутри куста будет загущать куст вот эта веточка совсем сухая обрезаю вот все что мне не нравится куда рука потянется обрезаю все верхушечки вот эти дальше вот эту верхушечку чуть-чуть обрежу чтобы не веточек побольше было вот так мы и и вот смотрите наискосок и чуть выше почки вот таким образом вот теперь смотрите вот здесь веточка здесь все отцвело веточка пошла в бок переводим вот на эту ветку и вот это обрезаем это нам тоже не нужно посмотрите все что не удалось вот здесь я наверно посмотрю подумаю ой аромат чудесный вот стою рябчики да столько хорошо пахнут а вот смотрите вот такая веточка видите верхушечку у нее уже такая не удалось подмерзла немножко но я ее обрежу вот так объясню почему они будут друг другу мешать вот здесь тоже самое посмотрите две ветки вот эту обрежу вот эту обрежу чем здесь подшлифую немножко это будет расти во внешнюю сторону и это будет расти во внешнюю сторону курс загущать мы не будем он и так у меня загущенный все что внутрь растет также принцип у меня во всяком случае я так обрезать все что растет внутри загущает розы я обрезаю теперь сделаем с вами зарядку и посмотрим что у нас внизу внизу ситуация такая вот эта ветка не нужна вот эта ветка тоже не нужно все ветки которые подмерзли которые внизу красоты кусту они не дадут нужен большой секатор я не думала что так они у меня подзаросли сейчас возьму секатор побольше и продолжу делать обрезку но принцип понятен смотрите вот эти все сухие ветки моя задача удалить эту сухую ветку тоже удалить а вот взять не нужно еще сучка рез и вот это вот все удалить удалить под самый корень чтобы кустик летом был красивый вот здесь еще сухонькая веточка видите раз мы ее удалили вот здесь верхушечка не совсем опрятная вот так с каждым кустиком пока я пронянькаюсь роз кустов много почти 200 штук пока с каждым пронянькаюсь вот день считаю уходит только на обрезку роз но зато летом это того стоит а пока я здесь около рябчиков давайте расскажу что я делаю моя задача сейчас будет после обрезки роз порыхлить немножко вокруг удалить сорняки и обычным комплексным весенним удобрением я их подкормлю с обязательной заделка в почву и с поливом возьму леечку и в принципе сейчас вам покажу так вот ветки сухие вот сухой еще цветочек давайте вот так мы его я вот так здесь делаю кустики все переплетаются то здесь вы определитесь сами мне очень нравится когда кусты между собой переплетаются тем более поскольку они здесь выполняют функцию декора для забора поэтому мне очень нравится как они между собой ну вот это чуть краешек не хорошая вот так отрежем здесь посмотрите вот здесь видите какое-то это расстояние до почки наверное я срезала букет может быть и вот тут я теперь обрезаем даже чуть-чуть поближе вот так вот у меня веточка хорошая вот эту чуть-чуть обрежу теперь поищем где у нас еще какие мертвые веточки вот нашла смотрите все безжалостно безжалостно и и вырезала весь такую ветку сложного то ничего нет я не агроном но очень люблю розы давно ими занимаюсь пока получается в этом году мы заложили большой розарий для нашего садового центра так что скоро будете получать розы из нашего розария уже на следующий год так вот так мы делаем обрезку вот сухая веточка вот так по большому счету задача сейчас очень простая все обрезать на канадских розах все сухое а вот еще нашла посмотрите вот такая вот веточка краешки суховатый вот посмотрите вот суховатый даже если вы где-то что-то обрезали не так поверьте канадская роза не так не такая капризная она все ваши а грехи вам простит именно эта группа роз они у нас еще есть продажи вот так знаю что наверное неудобно смотреть но что сделать без помощников сегодня все по своим делам вот видите это обрезаем и обрезаем вот это а по большому счету все еще раз подчеркну обрезали все что у нас высохло все что подмерзло все что поломалось придали форму кусту старые ветки все вырезали снизу я уже показывала ну вот дорогие мои коллеги с розами мы разобрались то есть знаем последовательность что делать и как делать я вам желаю хорошего настроения чтоб работу вас спорилась ладилась здоровье вам и вашим близким и до новых встреч